Доброе утро! В эфире новости на телеканале Катунь24. С вами Анна Алымова. Перейдем к выпуску. 30 человек умерли от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Алтайском крае. По данным оперштаба зарегистрировано 484 новых случаев заболевания COVID-19. 198 пациентов выздоровели. Всего же в крае больше 89,5 тысяч инфицированных. Из них больше 62 тысяч выздоровели. Почти 4000 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 353 пациента с подтвержденной внирусной пневмонией, схожей с коронавирусом, также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба тяжело больных 866 пациентов. На аппаратах ИВЛ 292. Срок прохождения всероссийской переписи населения продлили на портале госуслуг. Теперь на информационной площадке можно переписаться до 14 ноября. Таким способом воспользовалось около 20 миллионов человек. Онлайн-формат безопасный и удобный. Сотрудники Росстата рекомендуют использовать именно его. Больше 63% жителей страны уже приняли участие в онлайн-переписи. Для самостоятельного заполнения электронной анкеты необходимо войти в личный кабинет на информационном портале. Искусство объединяет. Это неизменный девиз всероссийской акции «Ночь искусств». Она проходит с 2013 года. Сегодня музеи Барнаула в очередной раз присоединятся к акции. Куда сходить и что посмотреть, расскажет Юлия Шеламова. В «Ночь искусств» любой Барнаулец найдет для себя лекцию, экскурсию или мастер-класс по душе. Правда, название акции очень условное. Ночью музеи работать не будут. Все культурные события начнутся в обед и продлятся до позднего вечера. И первая точка на творческой карте – Государственный музей истории и литературы, искусства и культуры Алтая. Экскурсии, просветительские и игровые программы, мастер-классы и кинопоказы пройдут в Гмилике с 12 до 19 часов. Каждый час по три события параллельно. Одни рассчитаны на детей, другие на взрослых. Шемчужиной программы станет творческая встреча с заслуженной артисткой Алтайского края, ведущим мастером сцены театра драмы имени Шукшина Галиной Зориной. Встреча приурочена к открытию фотовыставки «Душа, раскрытая перед тысячей глаз». Проект задумывали мы давно, пометуя о том, что для Галины Александровны этот год юбилейный. Она наш давний, мы хотим так надеяться, в ее восприятии друг, но мы ее так воспринимаем. Нередко принимает участие в наших музейных мероприятиях, в частности, в ночи музеев. Как-то так она освещает замечательно своим появлением все, что происходит на сцене Белого зала. Встреча начнется в 15 часов. Галина Зорина расскажет о своих ролях, режиссерах и партнерах по сцене. Программу украсят романсы в исполнении артистки. По соседству с Гмиликой находится еще один музей – художественный. Его сотрудники также подготовили обширную и разнообразную программу. В этом году акция посвящена Дню народного единства, поэтому тематика программ соответствует дате. Мы взрослым предлагаем потренироваться в ракульской росписи. Вот у меня в руках находится пример того, что будем делать завтра. Мы взяли имитацию шкатулочки и ее расписали вот таким образом. В художественном музее акция начнется в 13 часов с культурно-просветительской программой для детей «Сказка о красках». Самые маленькие посетители узнают, как смешивать цвета и попробуют сделать это самостоятельно. Продолжит программу творческая встреча с художником Николаем Острецовым. Последним событием станет интерактивная экскурсия «Тайны проклятого дома». Она начнется в 19 часов. Здание с пушками Краеведческого музея временно закрыто для посетителей, поэтому основные события «Ночи искусств» пройдут через дорогу по адресу улица Ползунова, 39. Программы будут идти сразу на двух площадках. Дети смогут узнать об истории русского воинства, а взрослым будет интереснее посетить экскурсии по выставке «Золото донских степей» в 14 или 18 часов. А в 16.00 кандидат исторических наук Артур Кунгуров прочтет лекцию «Алтай в скифское время». Скифский мир – очень своеобразный мир, и несмотря на большие расстояния, он объединял племена разные по происхождению, и можно будет провести определенные параллели между территориями Северного Причерноморья и Нижнего Придонья, и территорией современного Алтайского края и Республики Алтай. Постоянная экспозиция музея расположена в доме купца Зубова. Здесь для посетителей подготовили семейную программу, посвященную Барнаульскому и Алтайскому купечеству. Сотрудники музея познакомят с играми конца 19-го – начала 20-го века. Здесь же пройдет квест и традиционное чаепитие. Эпидемиологическая обстановка в крае сложная, поэтому сотрудники всех учреждений культуры напоминают своим посетителям о необходимости соблюдать санитарные нормы. QR-коды для посещения музеев не требуются, поэтому выбирайте самое интересное событие и приходите на Ночь искусств. Юлия Шламова, Анатолий Фукс, Новости. На этом у меня все. Эфир телеканала продолжат мои коллеги. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин